Что робит снег у Калифорнии? Ребята наваливают за мной на спортивных тачках. Когда ты плаваешь в озере, а сверху лежит на горе снег. Привет, белорусы! Добавил я сюда перец, картошка. Ребят преодолели 2500 фит. Первый снег уже виден за мной. Осталось нам еще буквально пару километров. И мы будем праздновать белорусский Новый год. В снегу поднялись. В общем, мы на высоту 4000 фит. Приблизительно так. За мной уже красота снежная. Для вас, конечно, в Беларуси это неудивительно. Но после двух лет жизни в Калифорнии, для меня уже снег становится радостью. Сейчас поедем на пикник Эрю. Там немножко покушаем. Очень вкусную сделали еду. На часах уже в Беларуси наступил Новый год. Уже 12.20. Александр Григорьевич уже произнес речь. Сейчас мы выпьем вина чуть-чуть. Там ребята за мной делают фотосессию. Чуть-чуть попразднуем самую малость в холоде. Очень классно так. Вообще весело. Блин, снег, снег. Просто два года не видел снега. Ну, в том году, конечно, я ездил на лыжах кататься. На ски-резорт. Как-то лыжная база. Катались там. В этом году почему-то туда не попал. Но, в принципе, еще можно туда съездить. Там до марта лежит снег. Там очень высоко в горах. Там даже летом остаются такие куски снега. Мы ездили летом туда на озеро. И там очень красиво было. Называется Тахо Лейк. У меня, кстати, есть видео про это путешествие. А когда ты плаваешь в озере, а сверху лежит на горе снега. Наша машина стоит. Одна денешенька. Здесь мини горнолыжный курорт, который сегодня не работает. Интересно, куда идет этот подъемник. Очень снега мало. Обычно здесь, наверное, снега должно быть побольше. Хотя я не знаю, может быть сверху там есть искусственные пушки и насыпают снега побольше. Но сейчас, в принципе, снега недостаточно, чтобы кататься. Можно об камушки разбиться. Кстати, в том году, когда ездил на горнолыжный курорт, очень сильно вылетел за трассу. И приблизительно вот такие камни я проскользил спиной. Очень сильно ободрал себе спину. Порвал костюм. Ребята, а вы смотрели, температура какая сейчас? На телефоне есть у кого-нибудь? Интернет не работает. А, точно. Интернет не работает, чтобы посмотреть температуру. Сейчас мы поедем на кемпинг. Ребята наваливают за мной на спортивных тачках. Мы не будем делать шашлык. Мы сделали в скороварке еду и просто взяли с собой скороварку. В прошлый раз так делали. Было очень неудобно. За спиной снега уже практически нету. Потому что спустились приблизительно на 800 фит вниз. Падает очень маленький снег. Он еле-еле заметен. На камеру, скорее всего, не будет видно даже. Сейчас поднимемся наверх. Там просто обалденный вид. У меня в руках холодильник. Холодно, капец. Вид, ребята, просто обалденный. Сейчас поверну камеру. Ну, как вам, друзья, заценили? Красота неимоверная. Блин, тяжело дышать, потому что мы уже очень высоко в горах. И воздух малонасыщенный. С Новым Годом! Сегодня, друзья, у нас находится картошечка в скороварке. Прям горяченькая. Смотрите на нее. Картошечка горяченькая. Блин, господи, это просто превосходство. В общем, запекалась она, как бы не запекалась, а тушилась приблизительно час. Добавил я сюда перец, картошка, шампиньоны, куриные ножки, приправка. Здесь мы порезали огурчики с помидорчиками. Обязательно добавил чеснока, добавил лука. И все, и получилось такое блюдо. Намерзлась очень сильно. Покушали горячей еды. Одно просто весело. Классно очень. Прошел Новый Год. Сейчас приедем домой. Будем пить горячий Глинтвейн. Я не знаю. Это такая радость для меня увидеть снег. Это очень круто. Знаете, как фотографии или видео, когда в Африке снег выпадает, дети радуются. Вот приблизительно точно так же радуюсь. Сейчас и я сниму очки. Прошел уже Новый Год в Беларуси. Сейчас мы придем домой. Посмотрим в интернете записи Александра Григорьевича обязательно. Посмотрим, что он пожелал. И будем ждать уже американского Нового Года. В общем, заехали мы на кафе. Там горное кафе. И оно уже в 4 часа закрывалось. Так что мы едем холодно и обратно. Субтитры сделал DimaTorzok